Девушки отдыхают Самые богатые люди мира В этом выпуске Как рак научил этого человека выигрывать на колесе фортуны Ты больше рискуешь, потому что какое всё это уже имеет значение? Как этот малазийский друг Земли превратил переработанную резину в богатство? Рекламщик, который сделал миллионы на рекламных паузах И почему война в Кувете принесла этой женщине высокий общественный статус и богатство? Мы стремимся стать самым популярным инвестиционным банком в регионе Я потратил почти 100 миллионов долларов И мне надоело терпеть такое отношение Этот человек один из самых богатых людей в Голландии Он бизнесмен, создавший, затем продавший больше дюжины самых разных фирм и предприятий От отелей до фотошопов, салонов моментального фото и проката автомобилей В его успехе немаловажную роль играет везение Он не раз ставил на карту всё и никогда не боялся потерять своё состояние Конечно, нужно быть одержимым, нужно быть слегка сумасшедшим Конечно, создавая что-то, не нужно думать о себе, иначе на многое никогда не решишься Ничего не произойдёт Рискни, прыгни с утёса Дантист, бизнесмен и филантроп Это всё Якоб Гелл Деккер Карибы В 60 километрах от побережья Венесуэлы находится остров Кюрасау Его столица, Виленстад, был построен голландцами на деньги от работорговли Десять лет назад исторический центр города находился в упадке Пока этот человек не решился его спасти Когда я сюда приехал, он был похож, как я иногда говорю, на Берлин в конце войны В 1945 году Одни стены И огромное количество мусора и крыс Но мысленно я уже видел всё здесь восстановленным Он взял 65 миллионов долларов Купил более 65 практически брошенных домов, стоящих в этом историческом месте И превратил его в эксклюзивный бутик-отель Восстановив строение, он заполнил их антиквариатом ценой в 8,5 миллионов долларов А также открыл музей для демонстрации своего собрания древних артефактов Деккер Один из богатейших людей в Голландии Но своей машины у него нет Только его любимый велосипед Он живёт в Амстердаме, на берегу канала И уже 34 года возвращается на велосипеде в один и тот же роскошный дом Он владеет недвижимостью по всему миру Но этот дом был его первым жилищем Этому дому 300 лет он оценивается в 6 миллионов долларов Но то, на что Деккер действительно потратил много денег, находится внутри Самое ценное из того, что у него есть, это керамическое изделие Возраст которого 2200 лет Это одна из самых дорогих для меня вещей Это масляная лампа, найденная в Иерусалиме, неподалёку от стены плача Поэтому она имеет для меня особую ценность Гелт Деккер родился в 1948 году в Нидерландах В стране, разорённой Второй мировой войной Не было ничего После войны здесь не было ничего, это было ужасно Вся Европа была зоной бедствия От бомбёжек она лежала в руинах Не было еды, не было промышленности Нельзя было пойти в магазин, потому что магазинов тоже не было Отец якобы был евреем Его первая семья, жена и дети погибли в Холокост Якоб был единственным ребёнком от неудачного второго брака С детством, прошедшим в Голландии, у него связаны горькие воспоминания Потому что тогда ему часто приходилось сталкиваться с антисемитизмом Не надо думать, что после войны кто-то повернул ручку Исчез расизм или прекратилась дискриминация И я, безусловно, много раз испытывал на себе Каково это, когда нельзя даже произнести слово еврей Потому что это будет означать, что ты заразный Он всё преодолел И стал успешным дантистом И университетским преподавателем К 28-м годам у якобы уже состоялась карьера и был дом В котором располагалась растущая коллекция антикварных вещей и артефактов Но тут у него обнаружили рак щитовидной железы Когда я узнал, что болен, у меня была такая же реакция, как и у большинства людей А большинство в шоке даже от самого слова «рак» Больше пяти лет якобы боролся с раком И стал по-другому воспринимать жизнь Интересно было наблюдать за изменениями в себе Когда проходишь через рак, это ведь большой риск Серьёзной болезнью, вольно переносишь этот опыт на остальную жизнь Ты больше рискуешь, потому что какое-то всё уже имеет значение Смотрите далее Девелоперского бизнеса, то есть развития недвижимости, начал скупать дома, конфискованные за долги Но момент был неудачный В Голландии начался экономический кризис, и Якоб оказался под угрозой потери всего Арендаторов не было, никто не снимал помещения Поэтому мне пришлось придумывать бизнес, чтобы занять пустующее здание Якоб занял ещё денег Ни один риск не казался ему слишком велик, и чтобы занять пустующее помещение Он начал открывать фитнес-клубы К тому же он создал целую сеть салонов моментального фото, которых по всей Европе вскоре было уже 120 Я создавал сети различных заведений, чтобы заполнить свои собственные здания Так всё начиналось Общим знаменателем стала недвижимость Он купил обанкротившуюся фирму по найму автомобилю, у которой было 200 машин Быстро увеличил их количество до 25 тысяч и добился устойчивой прибыли Его единственной слабостью было искусство и коллекционирование антиквариата Остальные деньги он вновь инвестировал Нужно реинвестировать заработанные деньги, тогда капитал будет расти И сделай сокровища из кучи мусора Чтобы из ничего сделать что-то, нужно уметь творчески мыслить К 40 годам Геал Деккер был уже мультимиллионером Он всё время искушал судьбу и рисковал всем, но удача была на его стороне Вплоть до начала нового тысячелетия Всё ещё раз изменилось, когда в 2001 году меня снова обнаружили рак Это существенно повлияло на мою жизнь Я перенёс множество операций В общем, опять настал момент задуматься и пересмотреть всё, чем я занимался Яко пришёл, что пора двигаться дальше И за 270 миллионов долларов продал чай своих компаний Это было нелегко, потому что человек часто становится тем, что он делает Так что это было то же самое, что продать частичку себя Частичку своей собственной личности Но в нашей жизни хорошо то, что всегда можно создать себе новую личность Например, социально ориентированный бизнесмен Его новая личность означала следующее Он отдал на благотворительность почти 100 миллионов долларов И ещё больше собрал Он участвовал во многих благотворительных проектах Но его любимым остаётся фонд «Право ребёнка», который собирает средства И привлекает внимание к эксплуатации детей по всему миру Сам многое пережив детство, он хочет улучшить жизнь других Он финансирует 16 благотворительных проектов в 19 странах мира Во многих странах ребёнок является вещью Не человеком, а вещью Причём бросовой вещью И ещё я вспоминаю себя Я вспоминаю, каково было мне И понимаю всю отвратительность самой идеи превосходства одной расы над другой После восстановления открытия Виллемстаде комплекса Кура-Хуланда Якоб строит домики для пляжного отдыха на продажу или для сдачи в аренду Его последние планы связаны с развитием эксклюзивного прибрежного отдыха Эти роскошные деревянные домики стоят в среднем по 5 миллионов долларов каждый Он надеется выручить от продажи 22 таких домов 110 миллионов долларов Многое пространство Якоб играет важную роль в экономике Кюрасао Но далеко не все здесь его любят Он открыто говорит о процветающей на острове наркоторговле Через Кюрасао наркобароны перевозят наркотики в Европу Якоб бесстрашно обвиняет местных политиков в бездействии Я называю их наркополитиками Наши клиенты диктуют нам, что делать Но мы не марионетки Он разделил остров Некоторые высказываются против него Девять месяцев назад группа политиков выступила с предложением Объявить мне и моей собственности бойкот Они заявили, что я должен быть объявлен персоной нон-грата И даже внесли в парламент соответствующий законопроект Это самая явная антисемитская пропаганда Свидетелем которой я когда-либо был Я потратил здесь почти 100 миллионов долларов И мне надоело терпеть такое поведение Благодарю вас Это напоминает якобы антисемитизм Царивший во времена его юности Благодарю вас Я живу на Карибах уже 25 лет И никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так говорил Хорошо Я не боялся проиграть Выигрыш или проигрыш Две стороны одного и того же процесса Если вступаешь в игру Нужно быть готовым ко всему Якоб Гелл Деккер всегда принимал Все, что уготовило ему жизнь И обращал трудности в новые возможности Попутно он очень разбогател Болезнь вызвала у него неистовую жажду жизни И теперь Когда у него рак в состоянии ремиссии Он больше, чем когда-либо понимает Что деньги это еще не все Все шло как шло И по чистой случайности В конце концов Вдруг оказывалось, что это золотая жила Я встречаю многих очень богатых людей Которые постоянно покупают себе яхты Сначала просто большую Потом еще большую Потом еще большую И так далее Жажду потребления невозможно удовлетворить И не имеет значения, что вы купите Истинное удовлетворение должно исходить Изнутри Якоб Гелл Деккер разбогател Когда отказался позволить раку встать на своем пути Этот человек отказывался признать поражение Когда пытался превратить теорию своего отца В то, что означало бы революцию Утилизации резиновых отходов И могло принести ему миллиарды долларов Резина номер один в мире Среди материалов, наносящих вред окружающей среде В год во всем мире выбрасывается один миллиард шин Это одна из самых серьезных экологических проблем С которыми мы сталкиваемся Проблема утилизации шин затронет беднейшие страны мира Малазиец Венот Сихар Самый богатый человек в Юго-Восточной Азии Среди людей, не достигших 40 лет Знает, как решить эту проблему Нужно повторно использовать резину Мир помешался на экологии Цены на каучук и резину всегда высоки А у нас есть экологичная Или как мы ее называем Зеленая резина Green Rubber В мире уже сейчас 7 миллиардов выброшенных шин Повторно их использовать Грандиозная задача Но Венот готов к ее решению Нет ничего невозможного Нужно только мечтать о достаточно большом Нужно масштабно мыслить Когда мечтаешь о достаточно большом Даже малая часть его оказывается огромной Куала-Лумпур Столица Малайзии Один из важнейших экономических центров Азии Всемирно известная башня Петрона Стаур Стаур символизирует успех, достигнутый государством за последнее время Венот находится на переднем крае этого успеха Он возглавляет холдинг Петра Групп Его последняя дочерняя компания Green Rubber Готовится к размещению акций на лондонской бирже Петра Групп ищет решения, имеющие значение для всего человечества Мы пытаемся сделать жизнь людей лучше Ближайшие 12 месяцев Сехар легко может стать миллиардером Карьера Венота пошла в гору Когда он продал за 5 миллионов долларов Компанию по производству одежды Которую создал в годы учебы в университете в Америке Имея 50 долларов в кармане Когда он вернулся в Малайзию На него смотрели, как на человека Способного превращать золото в все, к чему он прикасается Все банкиры хотели дать мне деньги Все бизнесмены хотели видеть меня в партнерах Это было какое-то безумие Представляете, каково, когда в 24-25 лет на тебя такое брушивается Невольно начинаешь считать себя неприкасаемым Я называю это комплексом Бога И должен сказать, что я, наверное, страдал им в полном мире Сехар вернулся на Землю в 1997 году Когда рухнули финансовые рынки в Восточной Азии У него было больше 200 миллионов долларов долгов Произошла переоценка ценностей Я осознал свои ошибки Что делать? Плакать? Да, может быть и плакать Но не больше пяти минут, а потом нужно заняться делом Чтобы вернуться на вершину, Виноду понадобилось пять лет Он заплатил долги, продав свои заграничные активы И восстановил состояние, инвестируя в интернет и биотехнологию Сейчас он живет в доме стоимостью в несколько миллионов долларов В том же районе Куала-Лумпура, что и премьер-министр страны Деньги – это еще не гарантия счастья Деньги помогают Деньги – это инструмент Это инструмент, которым надо пользоваться Деньги могут что-то добавить к процессу вретения счастья Но это определенно не главный его компонент Жену Сихара зовут Винни У них две дочери – Петра и Тара Гарантия счастья – только счастливая семья Я бы ни секунды не колеблюсь, отдал все, лишь бы не потерять их Я люблю каникулы, выходные Это папина коллекция компакт-дисков Да, вот, вот и вот Еще там И все вот это Когда предполагаемый работодатель сказал Виноду, что если тот не прекратить носить галстуки с мультяшными героями, его никогда не будут воспринимать серьезно Винод решил доказать, что это не так А здесь и его галстуки в основном с героями Уолта Диснея Все его галстуки диснеевские Других просто не найти Вот Винни-Пух Вот Багс Банни Вот Микки Маус А вот и что Он собрал уже больше двухсот штук У него просто мани на эти диснеевские галстуки Сикар получил привилегированное воспитание Его покойный отец был первым директором по научно-исследовательской работе, имевшим азиатское происхождение в Малайзийском институте Каучука Каучук играет огромную роль в экономике Малайзии В истории страны были времена, когда производство резины на его основе давалось 70% национального богатства В 1994 году его отец изобрел способ переработки резины без потери ее основных свойств Над этим безрезультатно работали 150 лет Одному человеку удалось Он решил одну из самых серьезных экологических проблем нашего времени Я рад, что компания развивается Винод понимал всю ценность идей своего отца Но на их реализацию ушло больше 10 лет Сегодня он знакомит банкиров со способом, придуманным его отцом Химический раствор разрушает в резине связь Каучук-сера И ее можно перерабатывать и снова использовать для производства шины и обуви Это самый дешевый и наиболее экологически чистый способ из всех существующих в настоящий момент В 2006 году отец Винода умер Но его сын любой свой успех считает их общим успехом Жаль, что он не видит всего этого Не видит, как мир поворачивается к нему, к его решению И что оно приобретает все больше признаний Вот так Это конечный продукт Он во всем, что мы делаем Он часть его процесса, он часть технологии, да чего угодно Любого здесь спросите, все работают с оглядкой на него Мы по-прежнему хотим, чтобы он нами гордился Сихер мечтает превратить коммерческий потенциал Гринрабер в реальность С его компанией намерена сотрудничать торговая сеть Walmart, мировой лидер в розничной торговле Мировой рынок экологически чистых товаров постоянно растет и Винод готов соответствовать его потребностям Петра Групп, принадлежащий Виноду, работает и над другими проектами, в том числе и над альтернативными методами лечения ВИЧ Хотелось бы думать, что у нашей компании есть душа Хотя мы все-таки компания, фирма Мы капиталисты Нам нравится делать деньги Но важно то, что мы с ними делаем И в какую сторону движемся Да, ну что ж, пусть будет Нет, это будет трудно Я искренне верю в такое устройство общества Когда успех вознаграждается, но я верю и в то, что успехом нужно делиться Я не вижу причин для того, чтобы это нельзя было сделать Когда я говорю делиться Я имею в виду, что все должны иметь возможность есть, учиться и лечиться Все Винод хочет, чтобы его компания работала по всему миру Один из регионов, которые он рассматривает, это страны Карибского бассейна Он даже познакомился с президентом Кубы, Фиделем Кастро Эти сигары подарил мне Фидель Кастро Двойственное чувство, когда и куришь С одной стороны хочется курить, а с другой не хочется Ведь это все-таки его подарок Хороша Я называл его капиталистом, потому что он правит Кубой Как генеральный директор или председатель правления какого-нибудь предприятия А он говорит, кто капиталист? Я? Но в конце я решил, что сам будет называть меня социалистом-капиталистом Чертовски хорошо, просто необыкновенно Социализм Винода выражается в создании благотворительного фонда Он жертвует десятки миллионов долларов на сиротские приюты и школы, а также покровительствует искусством Он финансировал Тунку, мюзикл о новейшей истории Малайзии Первое, что я сделал, заработав свои первые большие деньги, это основал фонд Мы поддерживаем программы по работе с городской детворой, мы даем стипендии на учебу и на проведение научно-исследовательских работ Мы основываем кафедры, работающие над темами, которые мы считаем перспективными И делаем все это, не придавая свои действия широкой огласке А вот от этого я испытываю настоящий драйв, это питает мою душу Это доставляет мне громадное удовольствие Но поскольку у меня не хватает талантов, чтобы меня отобрали для участия в шоу Мне приходится, так сказать, платить за то, чтобы хотя бы каким-то образом во всем этом участвовать Венот празднует и собственную премьеру Он получил добро на строительство своей первой фабрики по переработке резины Green River в штате Нью-Мексика Венот уверен в успехе Он хочет помочь планете, а также заработать миллионы Наверное, слишком нагло было бы с моей стороны говорить, что я хочу бессмертия Чтобы стать бессмертным, нужно сделать что-то такое, что запомнится Ни то, ни другое невозможно В общем, я поздравляю всех, это ваша победа, это ваша победа, поэтому за всех вас Смотрите далее, как телевизионная реклама сделала этому турку состояние и принесла известность в мире искусства Самые богатые люди мира Далее в программе Как война в Кувете помогла этой женщине завоевать мир финансов Самое важное уметь, так сказать, обделывать делишки Но сначала создатели рекламных роликов, которые превратил свою работу в рекламу богатства Аленур Велидеде Аглу владеет самым успешным рекламным агентством в Турции И благодаря своему творческому таланту является его главным креативщиком В работе я всегда стремился опережать остальных Способность определить перспективные тренды принесла ему миллионы Вместо того, чтобы быть счастливым без денег, я предпочитаю быть счастливым с деньгами Аленур и к деньгам относятся творчески Диапазон широк От инвестирования во французскую модную марку до продюсирования голливудских фильмов Вот за этот рекламный ролик я получил свою первую награду Он сделан больше в европейском стиле Этот ролик по своему стилю не очень вписывался в турецкие обычаи Традиции он был снят и сыгран очень ярко И краски были тоже очень яркие Это произвело такое впечатление, что в тот год ролик был выбран лучшим рекламным роликом в Анкаре Аленур только начал работу в качестве помощника художника-мультипликатора Когда в его карьере произошел удивительный поворот Там был один парень, который делал всю цветную мультипликацию А я был его помощником, его учеником Мы как-то работали, он вдруг поссорился с шефом Встал и говорит Пойду схожу за сигаретами И больше не вернулся В возрасте 18 лет, пробыв в учениках всего полгода Аленур вдруг оказался в очень трудном положении Ко мне подошел управляющий, говорит Аленур, ты будешь делать этот ролик, это твой шанс Садись и делай, у тебя есть неделя Он успешно справился с работой и стал художником-мультипликатором компании Я покажу вам один из своих первых рекламных роликов Здесь было мое имя Этот способ мультипликации я называю Вызывать к жизни Когда я работал в этой компании, кроме меня, никто не занимался графической мультипликацией В то время в Турции его стиль был абсолютно уникальным Способ заключался в том, чтобы рисовать все от руки Кусок за куском С технической точки зрения здесь нет ничего сложного Но никто не понимал, как это делается В 1977 году, в возрасте всего 24 лет, он открыл собственное рекламное агентство В то время страна открывала для себя прелести цветного телевидения Аленур оказался в нужном месте в нужное время Его компания быстро стала в Турции рекламным агентством номер один Аленур родился в 1953 году в американском штате Мичиган Когда ему было 4 года, его родители турки вернулись в Стамбул Сейчас его дом – это квартира с двумя спальнями на берегу Босфора Стоимостью в 3 миллиона долларов Снаружи это ничем не примечательный многоквартирный дом Внутри характерный для Аленура дизайн Это моя работа Ну, то есть не все, конечно, только дверь Но в Америке я оформил на этот дизайн патент В Америке у меня 3 патента Металлическая кровать Это дверь И металлические шкафы Особенностью этих шкафов являются ручки Они от холодильных шкафов, в которых мясники и хранят мясо Что бы я на себя не надел, кажется, что я одет в одно и то же Но мне это нравится У меня немного галстуков, вернее, я их не ношу В Нью-Йорке у него тоже есть квартира, которая очень похожа на его стамбульскую Он может проехать 10 тысяч километров, пересечь океан, сменить континент и везде чувствовать себя дома Квартира Калинура обои наклеены только на потолках И на них изображены заголовки газетных статей, посвященных ему На то, чтобы обе его квартиры выглядели именно так, как ему хочется, он потратил сотни тысяч долларов На офис он тоже тратит деньги Многие его вещи, сделанные из хрома, отражают любовь Алинура к американской культуре Это Харли Дэдсон, сделанный по особому заказу Мне привезли его из Лос-Анджелеса, он как статуя Поэтому я решил, что поставлю его дома Так я, по крайней мере, каждый день на него смотрю Еще у него есть шесть оригинальных работ его любимого художника Энди Уархола Работавшего в стиле поп-арт Он сделал Мика Джаггера Они оба тут подписались Двойная подпись Эта вещь Я покупаю то, что мне нравится То, что я понимаю Если мне посоветуют приобрести какую-нибудь классическую вещь Я ее просто не куплю Сколько бы денег у меня не было, не куплю Я просто не буду, глядя на нее, получать удовольствие А вот от своих машин он получает удовольствие У него есть престижные европейские автомобили Например, последний Рейндж Ровер и Мерседес Но он обожает американскую классику У меня появился интерес к американским машинам 50-х годов Может быть, потому что я родился в Америке И мой отец купил четырехдверную версию такого автомобиля В этом есть какая-то ностальгия Эта машина стоит 78 тысяч долларов Это, наверное, около 50-60 тысяч Их цена постоянно увеличивается, потому что их остается все меньше и меньше Это мои дети, не умеющие разговаривать Хотя, когда я их завожу, они производят много шума Сейчас Аленур национальная звезда Он был судьей от турецкой версии танцев на льду К тому же он написал для шоу одну из песен Властяцкая жизнь Аленура часто становилась предметом интереса бульварной прессы Но сейчас все изменилось В июле 2007 года он женился на Энджи Теккер Модельере, семья которой владеет в Стамбуле гостиницей Ридс Калтон Я не верю в то, что существует какое-то определенное время, когда нужно жениться Жениться нужно тогда, когда встретишь свою интеллектуальную ровню Их свадьба в течение нескольких недель обсуждалась в таблоидах, пишущих о светской жизни Аленур Велидеде Аглу по-прежнему занимается рекламой И во всех своих главных рекламных кампаниях сам возглавляет мозговой штурм Я все придумываю здесь Современное поколение, компьютерное поколение, мир интернета, интернет-игры, пульты Дети от них без ума Я просто мимоходом высказываю идеи Вот печенье и шоколад Шоколад будет экраном, а рамой будет печенье Состояние, заработанное на рекламе, Аленур использует для того, чтобы сделать миллионы в другом бизнесе Он совладелец французской марки модной одежды Dice Kayak У него были акции компании, производящей влажные салфетки Он продюсировал голливудские фильмы с участием Рукшилдс и Роберта Дауни-младшего А недавно он основал телевизионный кабельный канал Мы создали спутниковую телевизионную сеть, чтобы транслировать основные турецкие каналы в США Таким образом я пытаюсь быть полезным своей стране Сейчас его состояние еще больше выросло Он уложил половину из 35 миллионов нужных для строительства этих 100 домов, возводимых возле Стамбула Его следующий строительный проект будет стоить уже 300 миллионов Он сделал миллионы, тонко чувствуя тенденции как в рекламе, так и в инвестициях Но в сердце этот человек художник Это одна из моих любимых работ С помощью трех букв, одна поверх другой, я изображаю сексуальные позиции Ну не знаю, может это групповой секс, все возможно Но если добавить О, получится лав, любовь Я пытаюсь объяснить, что с любовью секс гораздо более ценен Аленур выставляется, но не любит продавать свои работы Потому что я их создатель Мне нравится то, что я создаю Парад коров, который проводится в Стамбуле Будет самым масштабным общественным событием в художественной жизни Турции Аленур с головой ушел в работу Как и в Нью-Йорке, Токио, Лондоне На улицах Стамбула будет выставлено 150 коров самых разных видов рассвета Аленур пользуется моментом и делает свою металлическую корову В данный момент у меня, честно говоря, немного желаний материального характера Если я заработаю еще 28 миллионов долларов Как я их потрачу в оставшиеся мне 30-40 лет? Мне кажется, лучше запомниться делами Запомниться тем, что ты сделал Запомниться своими идеями, произведениями и так далее и тому подобное После того, как Аленур стал пионером мультипликации в рекламе Умение правильно выбрать момент не раз приносило ему успех А эта женщина показала пример всем работающим женщинам Ближнего Востока И сделала миллионы Маха Аль Гунейн Женщина, оказывающая огромное влияние на мир мужчин Она руководит собственной компанией Global Investment House С оборотом в 2,5 миллиарда долларов Это замужняя женщина, мать четырех детей Одна из самых влиятельных женщин арабского мира Имеющая к тому же международную репутацию Мы хотим стать самым популярным инвестиционным банком в регионе Инновационным, агрессивным, динамичным Мы должны делать все возможное и что-то еще И для клиента, и для ВОСа Что-то еще Нашим клиентам нужно это что-то еще Это нас отличает от других В общем, Global к вашим услугам Некоторые дни прекрасны Особенно тогда, когда в день происходит больше одной сделки Это лучшие дни моей жизни Кувейт Кувейт – это соединение двух миров Это ультрасовременное, динамично развивающееся государство Финансируемое потребностью мира в нефти Но это и патриархальное общество с глубокими традициями Я не могу игнорировать тот факт, что я женщина в консервативном обществе В котором доминируют мужчины Я всегда должна помнить, кто я И как с ними нужно обращаться Маха живет в роскошном прибрежном районе Кувейт-Сити Ее муж по образованию архитектора И кое-что из обстановки спроектировано им В их доме с открытой планировкой 11 комнат Это кабинет моего мужа, и он очень изысканно обставлен Выглядит совершенно уникально Мне кажется, другой такой комнаты вы нигде не найдете Я думаю, у моего успеха несколько причин Усердие, образование и способность рисковать Это только малая часть Главная причина моего успеха – муж Маха вышла замуж за Ахмеда Аль-Ягу, когда ей было 25 лет Их первым ребенком была девочка А потом у них родились три сына Сыновья – старший Фарбас, Алет и младший Фейзал Пока живут с ними в их доме в Кувейт-Сити Они часто проводят время в двух загородных домах, принадлежащих семье Я считаю, что деньги – важная часть жизни Однако гораздо важнее здоровье и семья Потому что деньги в отсутствии здоровья и любящей семьи, с которых можно разделить, ничего не стоят Она владеет собственностью в Дубае, Париже, Лондоне Где изучает архитектуру ее дочь Азиль, которой сейчас 21 год Даже с белым это будет прекрасно выглядеть Ислам не запрещает наслаждаться жизнью Он не запрещает покупать красивые дома и яхты Путешествовать за границей и получать удовольствие от жизни Но ислам запрещает экстравагантность Он запрещает тратить деньги ради самого процесса Я думаю, что во всем мире работающим женщинам трудно сочетать работу и семейную обязанность Это нормально Но когда я смотрю на европейских и американских женщин Я вижу, что они не только ходят на работу Они должны готовить, стирать, гладить одежду и возить детей в школу От этого я в шоке Как у большинства кувейцев, у Махи целый штат прислуги Здесь, в странах Персидского залива, у всех есть помощники по хозяйству Водители, повара, горничные Очень облегчает бытовую сторону жизни Но все изменилось, когда в 1989 году в Кувейт вторглись иракские войска Дочери было 4 года, а сыну меньше 2 Для всех нас это было большим шоком Мы никогда не думали, что можем потерять Кувейт Я помню, как в 6 часов утра выглянула с балкона И увидела, как они ираксы, разрушая дворец Досман А мой дом дрожал Загорелись нефтяные скважины И началась 8-месячная оккупация Кувейта Маха и ее семья фактически стали пленниками в собственном доме Она осталась дома, чтобы помогать ухаживать за умирающим отцом Наша жизнь во время оккупации отличалась от той роскошной жизни, что была у нас раньше У нас не было ни слуг, ни водителей, ни поваров Потому что все они были иностранцами и захотели уехать на родину Поэтому нам приходилось все делать самим Нужно было готовить и стирать Нужно было следить за своими машинами, убирать мусор на улице и во дворе Все это было на нас Потом пришло освобождение, из Бахрейна вернулся ее ликующий брат Он привез нам белый хлеб и шоколад, а мои дети не видели этого целых 8 месяцев Мы обрадовались этому шоколаду и другим сладостям больше, чем обрадовались бы бриллиантовым украшениям Иракское вторжение научило нас тому, что деньги это еще не все И если у тебя был даже миллион кувейтских динаров, он ничего не стоил Далее в программе Как Маха оставила войну в прошлом и помогла кувейту инвестировать в будущее Самые богатые люди мира Маха и деньги слились воедино, когда она стала одной из первых женщин-трейдеров на кувейтской бирже Женщины здесь и сейчас редко встречаются Талант к математике открылся у Махи в очень раннем возрасте В 16 лет она получила степень в университете Сан-Франциско, куда поступила с одобрения отца Несмотря на то, что мы были девочками, он отправил нас за границу Когда дело касалось образования, для него не имело значения девочка-то или мальчик Маха родилась в очень знатной кувейтской семье Но богатой семью сделал ее отец, который возглавлял парламент и был третьим человеком в стране по степени влияния и значимости Отец стал Демлиад примером на всю жизнь Он был настоящим борцом, живой пример человека, который сам себя сделал Он начал с нуля и сделал состояние Но казалось, что быть дочерью богатого и успешного человека не всегда преимущество Когда я начала работать, многие мои коллеги сомневались в том, что я надолго у них задержусь, потому что я была из богатой семьи Она задержалась и к 26 годам уже руководила миллиардным фондом Стало очевидно, что для меня это не просто работа Я каждый день была там и, по-моему, завоевала их уважение Но больше всего Маха рискнула в 1998 году, когда основала Global Investment House Что ж, мне нравится, думаю, можно попробовать По-моему, самое важное – уметь обделывать дележки Мы начали с проектов на 30, 50, 90 миллионов долларов В то время это казалось много, никто не рискнул бы вложить 100 миллионов, а сейчас мы уже говорим о миллиарде Она была первой женщиной в регионе, основавшей инвестиционный банк Нет сомнения, что если обладать необходимыми качественными для того, чтобы добиться успеха Если быть готовым брать на себя инициативу, то успех обязательно придет Наши комиссионные растут Каждый раз, когда я достигаю какого-то уровня, я хочу добиться уровня повыше, потом еще выше Так что этот процесс бесконечен Global уже имеет офисы в 14 странах И Маха готовится к тому, чтобы, как и мировая экономика, расширяться на восток И там сделать свой следующий миллиард Смотрите в следующей серии Когда я выигрывал, я выигрывал по-крупному Хорватский официант с помощью компьютера, проложивший себе путь к миллионам Как этот итальянец превратил бриллианты в стиль жизни и стал от этого только богаче Сегодня цель – как можно скорее заработать 2 миллиарда евро Этот кусок нужно прикрутить Штукатур из Донкастера, который сыграл в игру с собственностью И построил миллиардные состояния И лондонец, прошедший за 40 лет путь от каменщика до продавца книг и миллиардера Становишься крупным игроком Это возбуждает Редактор субтитров А.Семкин